Террор против русских, армянские преступления, геноцид, депортация. Начиная с XVIII века царская Россия, с целью осуществления своих колонизаторских планов на Южном Кавказе, мастерски воспользовалась армянским фактором. Армяне же добились создания своего государства на территориях, захваченных Россией во времена русско-персидской и русско-турецких войн. Правящие круги России всегда пользовались армянами в качестве инструмента, но в то же время всегда ставили великорусский интерес выше притязаний армян на Великую Армению. В определенные исторические периоды русские, использовав армян для достижения своих целей, бросали их на произвол судьбы. Армяне, будучи столетиями под покровительством Османской империи, вероломно предали турок, нанеся ему дар в спину. Этот факт всегда оставался в памяти русских. По этой причине русские абсолютно не верили в преданность армян. Первый террористический акт армян против русских был совершен против российского императора Александра Второго. 4 апреля 1866 года революционер-террорист Дмитрий Каракозов, который по некоторым сведениям является представителем рода Каракозовых, Гаракозовых, в свое время переселившихся из Персии в Карабах, совершил покушение на Александра Второго, за что и был впоследствии приговорен к повешению. В последние четверти 19 век армянский сепаратизм и террор на Южном Кавказе усилился, армянские церкви использовались в качестве оружейных складов. Армяне полагали, что зарубежные государства, в особенности Англия и Франция, помогут им в деле создания независимого государства на Кавказе и для того, чтобы завладеть еще большими территориями, выдвинули лозунг для расселения русских на Кавказе, нет свободных земель. Русский исследователь-журналист В. Величко с болью в сердце описал трагедию, которую с сатанинской жестокостью учинили мирные и культурные армяне над русскими в селении Тертир Елизаветпольской губернии. В. Величко пишет, в селении Тертир Елизаветпольской губернии водворено, без соблюдения должных предосторожностей, несколько десятков русских семейств. Осень и зима прошли недурно, а к весне появилось два бедствия – малярия и армянская интрига. К соседним поселенцам армянам явился руководитель-пиджачник, который велел им выживать русских людей. Это выживание было произведено с истинно восточным коварством. Банды армян с кинжалами в руках преградили поселенцам доступ к хорошей питьевой воде, а речку, из которой пришлось тогда пить русским людям, армяне систематически отравляли навозом, падалью и всякими нечистотами. Начались в поселке такие болезни, при мысли о которых волос дыбом становится. Вряд ли это решение оказалось в пользу русских людей. Люди гнили заживо, покрывались зловонными язвами, доходили до иступления от мук. Уездный начальник, живший в этом селении, все видел и молчал. Когда весть об этих ужасах дошла до губернатора, в Тертир был послан врач-армянин, который вместо лекарства преподал русским мученикам совет. Пошли вон, русские собаки, или все тут передохнете. Две трети населения этой деревни сплошь вымерло, остальные разбежались. Как видно, расселенные в этом регионе, при покровительстве русских армяне, обустроившись здесь, стали бичом не только для азербайджанцев аборигенов, но и для самих русских. После того, как в 1897 году Г. Голицын был назначен главноначальствующим Кавказской администрации, отношение к ичмядзинскому католикосату и в особенности к армянским политическим организациям резко изменилось. Г. Голицын пришел к заключению, что армянские политические партии, армянская церковь и школа при них стали рассадником террора. На основе его ходатайства 12 июня 1903 года император подписал закон о передаче церковного имущества в распоряжение Министерства земледелия и государственных имуществ России. После принятия этого закона армянские политические партии, во главе с католикосом всех армян Кртычим Хремяном, приняли решение о проведении покушений и террористических актов против царских чиновников. Исполнение этого закона нанесло серьезный удар по финансовому положению политическим партиям, финансируемым армянскими церквями и это, в свою очередь, стало причиной расширения армянского терроризма и нарастания антироссийских настроений. Армянские террористические организации для устранения Г. Голицына прибегли к террору. 14 октября 1903 года члены террористического отряда партии Гончак, переодевшись в попрошаек, напав на экипаж князя Голицына, который с женою возвращался с обычной прогулки из ботанического сада в окрестностях Тифлиса, стали наносить острыми кинжалами раны в голову князя. Князь Голицын в результате нападения получил тяжелую рану в голову. В задачу террористов входило снять голову с князя Голицына и водрузить ее на Ереванской площади. После постигшей неудачи террористы хотели взорвать Сифлийский дворец и таким путем покончить с князем Голицыным. Поскольку Голицын долгое время не мог исполнять свои обязанности, то в июле 1904 года он вынужден был вернуться в Россию и подать в отставку. Ичмиадзинская церковь и партия Дашнапцутюн подготовили совместный план покушения на царя Николая II. Для осуществления этой операции 4 члена партии Дашнапцутюн были посланы из Баку в Петербург. Террористы, действующие под псевдонимами Арминак, Григор, Симон и Каспар, не смогли осуществить своих намерений и были разоблачены. 1 августа 1903 года в Александрополе, нынешний Гюмри, террористами партии Дашнапцутюн был убит на улице кинжалом православный протеирей Василов. После того, как подстрекаемые зарубежными государствами армянские мятежи, возникшие в 90-х грамм XIX век на территории Турции, были подавлены, более 400 тысяч армян стали стекаться на Южный Кавказ. Воспользовавшись тем, что назначенный в 1905 году наместником Кавказа Иларион Воронцов-Дашков занимал проармянскую позицию, партии Дашнапцутюн и Гнчак изгоняли азербайджанцев с их родных мест, осуществив тем самым этническую чистку в Ириванской, Елизаветпольской, Гинжинской и Тифлийской губерниях с целью расселения прибывших из Турции армянских семей. С другой стороны, для финансирования своих вооруженных отрядов армянские политические партии посредством своих террористических групп совершали грабежи банков почтовых отделений, убивали инкассаторов, нападали на вагоны, перевозящие оружие. Против предпринимателей, не выполняющих требования террористов, независимо от национальности осуществлялись покушения. Для того, чтобы правящие круги закрывали глаза на массовые убийства, которые начались в начале 1905 года в Баку, а затем охватили весь Южный Кавказ, приходилось их запугивать другими словами совершать покушения и террористические акты. В документах Кавказского наместничества отмечается, что в 1905-1906 годах армянские организации для достижения своих политических целей прибегали к террористическим актам против русских и русскоговорящих чиновников, работавших в наместничестве и его местных органах. 11 сентября 1904 года за попытку предотвратить диверсию армянских террористов был убит вице-губернатор Елизавет Польской, Гинджинской, губерния Андрей Андреев. 11 мая 1905 года члены террористической группы партии Дашнакцутюн убили генерал-губернатора Баку, обрусевшего грузина князя Михаила Накашидзе, бросив бомбу в его экипаж. По решению военного суда террористы, покушавшиеся на М. Накашидзе, были приговорены к казни. Армянские террористические организации и в Ириванской губернии осуществляли террористические акты против царских чиновников. Ириванский губернатор в своем секретном послании Кавказской администрации писал, что с сентября 1903 года по июль 1904 года в Ириванской губернии армянскими комитетчиками в городе Ириван был убит полицейский в Александрополе, Гюмри, убит полицейский Дардеманов, был убит начальник Сурмалинского уезда полковник Богуславский, также в селах губернии были убиты несколько человек, мешавшие притворению в жизнь общеармянского дела. В архиве политических документов управления делами президента Азербайджанской республики хранится документ за подписью полковника Яковлева, в котором отмечается, что 19 февраля 1905 года в городе Ириван недалеко от канцелярии губернатора был убит губернский врач, статский советник Уразов. Также отмечается, что на теле убитого было обнаружено несколько колотых ран. Убив губернского врача Уразова, армяне добиваются назначения на его место врача армянской национальности. Благодаря этому число жертв азербайджанцев во время столкновений было занижено, а армян – завышено. Армянские террористы совершали террористические акты против тех офицеров российской армии, которые или боролись против армянских вооруженных отрядов, или участвовали в их разоружении. Именно по этой причине 3 июля 1907 года армянские террористы Тро – Драстамат Канаян и Камо – Симон Тер Петросян. В Гюмре убили генерала Максуда Алиханова-Аварского, бросив бомбу в его карету. Центральный комитет партии Дашнакцутюн принял решение убить генерала Фрезе за то, что он дал распоряжение не пропускать территории Турции в Александрополь армянских бандитов, в результате чего при переходе границы одна панда была уничтожена. Начальник пограничной стражи подполковник Быков был убит террористами за то, что командовал уничтожением этой банды. Армяне, до учинения в 1905 году массовых убийств в Сурмалинском уезде, вначале нацелились на представителей администрации, боровшихся против армянского террора. Одним из тех, кто попал в черный список партии Дашнакцутюн, был уездный начальник Сурмалинского уезда подполковник Богуславский. 11 июля 1904 года, в 2 часа ночи армянские террористы, после долгих преследований на базаре Игдыр выстрелом убили Богуславского. Несмотря на незамедлительное прибытие ириванского губернатора, на место события убийцы так и не были найдены. Другая причина, по которой Богуславский стал жертвой армянского террора, была в том, что он, будучи уездным начальником Игдыра, проявлял активность в исполнении закона от 12 июня 1903 года, то есть в конфискации имущества армянской церкви. Спустя некоторое время армянские террористы совершили террористический акт и против новоназначенного Сурмалинского уездного начальника. Так, армянские террористы в Ириване два раза выстрелили в уездного начальника капитана Дудникова, к счастью, пули не попали в цель. Армяне, держав страхи царских чиновников, добились того, что официальные правительственные круги заняли позицию стороннего наблюдателя по отношению к массовым убийствам на Южном Кавказе, учиненным армянами против тюрок. В 1907 году прошел четвертый съезд партии Дашнакцутюн, на котором было принято решение отказаться от тактики нападения на государственных чиновников России, после чего армянский террор на некоторое время был приостановлен. В архивном документе Департамента полиции Кавказского наместничества за 1909 год указывалось на то, что государственные чиновники генерал Алиханов-Аварский, губернатор Накашидзе, вице-губернатор Андреев, уездные начальники Богуславский, Шмерлинг, Нищанский, Павлов, полицмейстер Сахаров, приставы Джавахов и Шумакевич, полковник пограничной стражи Быков, были убиты путем террора, совершенным партией Дашнакцутюн. В преддверии Первой мировой войны государства, стремящиеся расчленить Турцию, вновь внесли армянский вопрос на повестку дня. Несмотря на то, что Антанта и Тройственный союз враждовали между собой, по отношению к армянам каждая из сторон выступала в роли их покровителя. Незадолго до начала Первой мировой войны армяне в массовом порядке стали вступать в российскую армию на Кавказе и наряду с этим организовывать добровольческие дружины. Целью армян являлся захват Западной Армении, так они называли турецкие провинции Восточного Анадолу. В ноябре 1914 года царь Николай II, будучи в Тифлисе, обещал армянскому католикосу Геворгу V, что армянский вопрос, как рассчитывали армяне, будет решен в конце войны, во время мирных переговоров. Однако, вопреки ожиданиям армян, русские, после совместного с армянскими добровольческими дружинами захвата Западной Армении, забыли об автономии, обещанной армянам. Премьер-министр Дашнакского правительства Армении Кочезнуни, затрагивая этот вопрос, писал, русские поступили так, чтобы Армения опустела, с тем, чтобы в дальнейшем заселить эти земли казаками. Изданный в 1920 году в Тифлисе, писал, дашнакские писатели доказывают всему миру, что они очень любят Россию. А русские крестьяне в отчаянии бегут из Армении, и бегут даже не на родину, а в Магометанскую Персию. От хорошего хорошего не ищут. И надо полагать, что если бы русскому крестьянину в Армении жилось бы хорошо, то он не стал бы искать убежище в Персии, с которой у него нет ничего общего ни в религиозном, ни в политическом, ни в культурном отношениях. Американский исследователь Самюэль Уимс в своей книге «Армения. Секреты христианского террористического государства» писал, что начавшийся с самого начала XX века процесс объединения армянской церкви с террористическим политическим движением партии Дашнакцутюн, автор, продолжается и по сей день. Автор пишет, что армянская церковь функционировала в качестве штаба планирующих и осуществляющих восстания террористов, и что террористы приказа о начале восстаний получали от служителей церкви. Подпольные армянские организации для достижения своих намерений и в годы советской власти неоднократно осуществляли террористические акты в различных России, в том числе и в Москве. 8 января 1977 года в Москве армянские террористы один за другим осуществили террористические акты. Вначале была взорвана бомба, заложенная в вагоне метро на перегоне между станциями Измайловская. И Первомайская, затем была взорвана бомба, заложенная в продуктовом магазине на улице Лубянка, а потом через некоторое время была взорвана бомба, заложенная в мусорный ящик недалеко от улицы Никольская, бывшая Октябрьская. Во время взрывов погибло семь человек, 37 было ранено. Во время допроса этой террористической группы было установлено, что 7 ноября члены группы также планировали ряд террористических актов на Курском вокзале Москвы. Террористический акт совершили жители города Риван-Степан-Затикян, окоп Степанян и Завен-Багдасарян. После следствия, длившегося больше года, было проведено закрытое заседание суда, на котором все три террориста были приговорены к исключительной мере наказания – смертной казни. Приговор был приведен в исполнение. Тогдашний руководитель Армении Карен Демирчан, хотя и пытался помешать следственному процессу, но спасти их не смог. Следствием было установлено, что террористы были членами Национальной объединенной партии, действующей подпольно в Риване и связанной с террористической организацией ОСАЛО. В 90-е грамм XX век в результате террористических актов, осуществленных на территории Северного Кавказа, на пассажирском и железнодорожном транспорте погибли десятки русских. 8 апреля 1991 года в городе Ростов подполковник МВД Владимир Блохотин стал жертвой армянского террора. Армяне, спутав номерные знаки машины генерала Владислава Сафонова, который в 1988-1990 годах был военным комендантом Нагорно-Карабахской автономной области, с номерными знаками машины Блохотина убили подполковника, взорвав его машину. Генерал Сафонов, будучи еще военным комендантом НК, хотел навести там порядок, что абсолютно не устраивало армян, и поэтому на одном из митингов, проходящих в Ириване, ему был вынесен смертный приговор. Следствие установило, что террористический акт совершили армяне, проживавшие в Ханкинде, Ириване и Ростове. Суд приговорил преступников к различным срокам тюремного заключения. В убийстве Виктора Полиничка, который в 1988-1991 годах занимал должность второго секретаря ЦК КП Азербайджана, прослеживается армянский след. Так, 12 января 1989 года по решению Президиума Верховного Совета СССР под руководством проармянского Аркадия Вольского, был создан Комитет особого управления НК. После того, как в конце того же года этот комитет был ликвидирован, под руководством В. Полиничка был создан Оркомитет по НК. Несмотря на то, что в 1990-1991 годах во время работы В. Полиничка, в Ханкинде против него было организовано шесть покушений, армяне так и не смогли добиться желаемого. Через полтора года после того, как В. Полиничка покинул Азербайджан, 26 июня 1993 года по распоряжению Президента России, он был назначен главой Временной администрации на территориях Моздокского района, Пригородного района и прилегающих к нему местностях Северной Осетии и Молгобекского и Назранновского районов Ингушетии в ранге заместителя председателя Совета Министров правительства Российской Федерации. В. Полиничка погиб в Северной Осетии 1 августа 1993 года в результате террористического акта. Служебная машина, на которой он направлялся на переговоры с ингушскими полевыми командирами, была обстреляна. В теле Полиничка было обнаружено 15 огнестрельных ран. Вместе с ним были убиты начальник Владикавказского гарнизона, командир 42-го армейского корпуса, генерал-майор Анатолий Корецкий и офицер антитеррористической группы главного управления охраны Альфа-старший лейтенант Виктор Кравчук. Еще четверо военнослужащих получили ранения. Согласно полученным сведениям, террористические акты против В. Полиничка совершила террористическая группа, сформированная заместителем начальника отдела разведывательных операций КГБ Армении Джаном Аванесяном. Британский исследователь и журналист Томас Девал в своей книге «Черный сад». Армения и Азербайджан между миром и войной писал о том, что Виктор Полиничка был убит в результате нападения армянских боевиков. 2 апреля 1997 года председатель Комитета Государственной Думы РФ по обороне генерал Лев Рохлин на заседании Госдумы выступил с отчетом, в котором обнародовал данные об имевших место незаконных поставках оружия Армении на сумму более 1 миллиарда долларов, что вызвало большой скандал в политических кругах России. 3 июля 1998 года. Лев Рохлин был убит из огнестрельного оружия на собственной даче близ Москвы. Несмотря на то, что пока в ходе следствия это не нашло своего подтверждения, но бытует мнение, что за этим террористическим актом также стоят армяне. Только за последние 30 лет XX век различные армянские террористические группировки осуществили более 200 террористических актов, совершили около 70 политических убийств, осуществили более 40 покушений. Также в результате их террористической деятельности более 1500 безвинных людей получили телесные повреждения различной степени тяжести. После того, как Армения обрела независимость против русских, проживающих в этой стране, стала проводиться дискриминационная политика, в результате чего большая часть русского населения вынуждена была покинуть страну. Факты показывают, что в ходе истории армяне для завоевания покровительства России представлялись преданными друзьями русских, а с другой стороны, как представлялась возможность, учиняли грабежи, терроры, массовые убийства русских.